Спасибо большое за приглашение, очень интересная рабочая встреча Мне интересно обсудить здесь новый результат, который для меня не совсем обычный Я хотел сегодня поговорить о методах высокого порядка Я обычно интересуюсь методами, которые могут быть реализованы на практике, которые имеют высокую эффективность Ну а методы высокого порядка, скажем, порядка больше, чем трех Я, например, не знаю ни одной практической реализации этих методов, которые я считал на практике Может быть, после того, что я сегодня расскажу, ситуация изменится Хотя эти методы, конечно, нельзя сказать, что это какая-то новая идея Применять методы высокого порядка для минимизации Ну, например, с присутствующим здесь Алексеем Третиковым Мы время от времени обсуждаем эту тематику за последние сорок лет И надо сказать, что он-то как раз большой энтузиаст тензорных методов А я, наоборот, пессимист Ну, ему хорошо, он занимается вот способами высокого порядка И там, конечно, все, высокая ампроксимация высокого порядка Все становится легко и просто Но когда начинаешь пытаться это программировать или считать То сразу же, даже для метода третьего порядка Значит, тензор уже возникает У него размер на стену куб Ну и пойди засунь его в память там И реши с ним вспомогательные задачи В общем, все как-то очень проблематично Но на самом деле, значит, при ближайшем рассмотрении Оказалось, что все не так страшно Ну и вот я сегодня, так сказать, хочу вам показать Одну маленькую лазейку Которая может, по моему мнению, привести к тому Что вот методы высокого порядка В конце концов, вытеснят из вычислительной практики Вот наши обычные методы второго порядка Я тебе туда ящик коньяка поставлю Ну, нет, не вкрывай Ну, снимай Это мало Скорее всего, это произойдет Потому что нет никакого основания работать с более медленными методами Когда имеются методы более быстрые И реализуемые более-менее за ту же цель Значит, ну, это как бы нонс Давайте все-таки посмотрим О чем мы собираемся говорить Значит, наш основной объект будет теоретская аппроксимация В нмерном пространстве Вот, что это такое? Значит, берем какую-то точку x Которая у нас внутренняя для определения нашей функции Ну и там мы можем предложить функцию ряд тейлера Значит, ну, единственное, что этот ряд тейлера в многомерном пространстве То есть, вот его обозначение, где у нас fx, где мы это разлагаем, p, это его степень Вот, ну, обычный поленок, где вот эти производные высокого порядка Ну, это какие-то тензоры Так, ну, они, так сказать, формируются с помощью производных по направлениям Вот этих по направлениям отошитых Ну, и это, значит, симметричное перепеленение форм, как мы знаем из анализа Правда, нас будет интересовать, как правило, значение этой формы на одном и том же векторе То есть, у нас все векторы, значит, оказываются одинаковые для того, чтобы посчитать значение функции Ну, и тогда мы будем использовать для того же объекта То есть, сейчас, говорят, на диагонарке Ну, на диагонарке, да Вот, ну, хорошо, когда специалист занят Вот, значит, ну, собственно говоря, что мы можем делать с этими делочными аппроксимациями? Ну, прежде всего, давайте попробуем измерить, как мы измеряем норму вот этой такой перепеленения формы Ну, понятно, как всегда мы это делаем Мы фиксируем какую-то, ну, скажем, ефклидовую, ну, пусть это ефклидовую норму будет В значномерном пространстве, значит, кто не любит вот эти обозначения, просто думайте, что это Rn Вот, и вот при нашей зафиксированной норме мы просто максимизируем вот этот модуль нашей этой самой пеленейной форме вот на этом шайке То, что получается, получается какая-то константа, конечность, конечно же, потому что у нас множество ограниченное, а это, чем мы говорим, просто поленом Вот, так что никаких сложностей здесь не возникает Ну, вот эта норма, значит, она помогает нам определить модулившихся для соответствующих производителей Мы берем две вот эти пеленейные формы, смотрим на норму разности, это опять пеленейная форма, ну, и, соответственно, максимизируем ее на ограничение, что x-y, норма x-y, конечно, разница Ну, фиксируя разницу x-y, норму разницы x-y Значит, чем нам полезны эти константы, значит, ну, понятно, что они описывают, насколько хороши у нас локальная аппоксимация высокого порядка Что мы можем делать с этими локальными аппоксимациями? Мы можем аппоксимировать значение целевой функции Ну, опять-таки, простое упражнение из анализа говорит нам, что разница между настоящим значением функций и нашим предсказанием Ну, вот это наш поленом Тейлора, который, значит, сказал нам, что здесь должно быть Оно растет не быстрее, чем степень нормы расстояния, а все в степени p-y Мы можем тот же самый объект применять для аппоксимации градиента Для этого надо взять градиент вот этой функции И опять-таки, значит, мы знаем, что вот эта константа обеспечивает нам определенную степень аппоксимации, значит, уже градиент Градиент это векторная функция То же самое можно делать и дальше, так? Можно сказать, что Гесиан нашего этого самого, он аппоксимирует Гесиан нашей функции И тоже мы знаем оценку качества этой аппоксимации И так далее, можем продолжать это и дальше, и дальше, и дальше Ну и что, собственно говоря, из этого можно полезного извечить? Ну, вообще говоря, не очень много, потому что для p больше либо равно 3 Вот этот наш Тейворовский поленон, это просто невыпуклый поленон со многим числом переменных Так, что мы можем с ним делать на самом деле? Это какая-то невыпкая функция, у которой вообще есть какие-то локальные точки экстремума И, к сожалению, большая наука, которая в данном случае представлена, наверное, в алгебраической геометрии Она совершенно ничем нам не помогает До сих пор в этой большой науке нет никаких разумных, вычислительных средств для того, чтобы, так сказать, находить, ну, хотя бы стационарные точки вот этих поленонов Я уж не говорю о глобальном минимуме Потому что, на самом деле, нас бы интересовало, конечно, глобальный минимум То есть, у нас есть объект, который очень хорошо апоксимирует нашу функцию, но что делать с ним, мы не знаем Что, вообще говоря, весьма обидно И в результате, опять-таки, я повторюсь, в практической оптимизации до сих пор нет ничего более, так сказать, точного, чем методы второго порядка Методы третьего порядка, значит, нейрализованность совсем нигде и никогда нас получается Это чисто периодическое упражнение Но давайте все-таки посмотрим на то, что мы имеем в данной ситуации Так, для этого мы будем немножко более конкретным Значит, мы вводим евглидовую норму в нашем пространстве Опять-таки, кто-то не любит, это РН, а вот это В это просто будет единичная матрица Значит, эта норма у нас используется для вычисления расстояния в прямом пространстве Ну, если сопряженные нормы, для вычисления нормы другие Вот И теперь, значит, нам потребуется также степенная функция Для степенной функции мы ее обозначим d в степени b Это просто вот эта наша единичная норма в какой-то степени Ну, для упрощения всяких констант идем лучше разделить на единицу Значит, этот объект, на самом деле, достаточно простой Ну, если будет эта степень нормы Ну, обычно, конечно, в оптимизации в 99% случаев мы работаем с p равно 2 То есть, это то, что нам требуется в градиентах Нет, это квадрат единичной нормы Ну, сейчас у нас будет степень p Ну, и для нее, в общем, и градиент, и кисиан, на самом деле Они вычисляются по простым формулам Ну, давайте посмотрим на кисиан Значит, что это такое? Это наша матрица b, умноженная на степень x в соответствующей степени Плюс вот эта одноранговая матрица Но, опять-таки, в координатном возращении это x, x трансфонированная, умноженная на единичную Вот То есть кисиан тоже у нее не очень сложный И что-то для нас, на самом деле, мы будем пользоваться этим в нескольких местах Значит, мы можем оценить этот кисиан сверх, снизу Просто матрицей b, то есть единичной матрицей, умноженной на норму точки Вот Хороший объект Значит, теперь, что мы с помощью него можем делать? Мы можем устроить регуляризацию Мы можем устроить регуляризацию тейлорского полинома Добавив вот этот штрафной параметр в конце В соответствующей степени Значит, какая здесь нужна степень? Степень нужна на единичку больше, чтобы эта регуляризация работала Вот И у нас получится такой объект, который при правильном выборе вот этой константы А именно, значит А именно, если у нас эта константа выбрана больше, чем Констант задерживается для соответствующей произволной Значит, он оказывается в надграфике нашей функции Вот такой, опять-таки, простой факт Известный, я не знаю, сто лет Значит, обычно в оптимизации пользуются этим фактом Для П равно единице Это когда мы работаем с градиентными методами Или П равно двойке Да, когда мы работаем с методами второго порядка Ну, вообще, он, так сказать, справедлив для любых проблем Да? Ну, хорошо Значит, что это означает? Это означает, что, значит, вот в этом выпуклое множество Значит, эта функция у нас выпукла, значит, я забыл про это сказать Мы всегда работаем с крупными функциями Давайте посмотрим на график этой выпуклой функции, которая есть в выпуклое множество Мы, вообще говоря, поместили на график какую-то функцию Про выпуклость которой, мы вообще говорим, отчерная Вот У нас был совершенно не выпуклый объект, вот этот Но мы его как-то регулировали И вот результат у нас оказался на графике выпуклой функции Вот Поэтому, давайте зададимся вопросом Ну, а вообще, это легко сделать, если у нас есть какой-то не выпуклый объект? Ну, легко его поместить внутрь выпуклого Ну, ответ, конечно, нет Это очень сложная задача, в общем Значит, поместить выпуклый объект в другой выпуклый объект Еще можно, если мы знаем там какие-то отношения по скорости роста производных и так далее Но так, чтобы вот запросто поместить не выпуклый объект в выпуклый объект Это вообще, говорят, что-то из разряда таких чудес света Так просто это не бывает Значит, должно быть какое-то объяснение То есть, единственное объяснение, почему это оказывается возможным и легко, так сказать, реализуемым То, что на самом деле, вот этот объект Да, вот этот объект У нас все-таки какие-то свойства выпуклости наследуют Так? Иначе бы это было просто невозможно Ну, это была отправная точка, собственно говоря, вот того, что я сегодня говорю И вот, называется основная теория Но это, действительно, основной факт, на котором все основано То, о чем я буду говорить дальше Состоит следующее Что если выбрать константу M, достаточно большую То тогда, значит, вот этот регуляризованный, например, это самое, полемон Тейлера оказывается выпуклой функцией И, на самом деле, отсюда, значит, получается, что мы вообще, говоря, можем с ним работать Значит, я вам покажу доказательства этого факта, потому что оно очень простое, на самом деле Вот, и вот Алексей, может, мне скажет, может, это было известно, я не знаю, я не специалист в этой области Так, значит, давайте посмотрим на вторую производную Полинома Тейлера Вот, и, значит, она является, как мы это видели, аппроксимацией Гессиан Тогда для каждой точки в нашем пространстве Наша матрица В точке Y, Гессиан Которая положительно определенная Она может быть, значит, оценена сверху Гессианом вот этой функции Плюс Плюс вот такая матрица Вы помните, там на одном из первых слайдов у нас была оценка на разницу по норме между этим и этим Это ровно следствие того не разница Значит, эта функция оценивается этим Дальше, значит, у нас константа M достаточно большой Так, мы заменяем L на M делить на P У нас оказывается здесь вот такой член И, опять-таки, на одном из первых слайдов Вот это, значит, первое, то, что Гессиан не отрицательная с точки локального минимума, да? Нет, Y, у нас выпуклая функция А, выпуклая? У нас выпуклая функция, конечно У нас выпуклая функция, у нас все эти не отрицательные Так, значит, это мы заменили Lp на 1 на M делить на P Получили вот это, и, опять-таки, вот это у нас мы уже видели, что это нижняя оценка для Гессиана, вот это регуляризатор Все, у нас в правой части получился Гессиан нашего регуляризованного полинома Тейлор, который оказался не отрицательным Мы получили выпуклую опоксиблицию Ну, и отсюда немедленно мы получаем, что мы с этим методом можем работать Так, то есть, когда R у нас достаточно большое, значит, у нас здесь оказывается у этой штуки единственное решение у минимума вот этого регуляризованного ряда Тейлор Так, и эта точка может быть использована Да, но так как это выпуклая, я сейчас не буду говорить так, но в конце, конечно, я скажу, что можно сделать в каких-то важных случаях То есть, в любом случае, эта задача может быть решена стандартной техникой выпуклой оптимизации Это выпуклая задача, там полиномиальная функция, но все равно вся выпуклая теория работает То есть, вспомогательная задача, вот здесь, она вычислима без дополнительных обращений к Арапу То есть, с нулевой аналитической сложности То есть, эти методы уже можно реализовывать И решение можно использовать для решения нашей исходной задачи точно так же, как это мы всегда делаем Нам единственное предположение, что у нас там соответствующая константа липсиса меньше бесконечности Ну, это, значит, дело, так сказать, да Значит, ну давайте теперь посмотрим Вот немедленно после того, как мы поняли, что эти методы реализуемы, а они действительно реализуемы Вот, давайте посмотрим, какие оценки скорости исходимости мы можем для них получить для решения выпуклой записи Значит, первый метод, конечно, это простейший метод Ну, я не знаю, как его называть, это не метод Ньютона, потому что он уже, начиная с третьего порядка Но это первый, так сказать, локальный метод Так, вот, который вот устроен так Мы выбираем константу m, которая достаточно большая Опять-таки, вы посмотрите на условия, какое она должна быть Она больше, чем наша константа, но не очень Вот эта p, которую мы, на самом деле, собираемся использовать, степень полинома Она никогда у нас не будет большой Но вот сейчас используется метод второго порядка, она двойка Ну, вот если будут третьего, если тройка, то будет четвертый Но все равно это какая-то небольшая константа То есть, вообще, m это у нас порядка настоящей константа Но правильный выбор обеспечивает выпуклость в распомогательной ценности Ну, если посмотреть, что у нас получается, если мы применяем этот метод Мы его и теоретируем Для нас, конечно, интересна оценка скорости исходимости Глобальная, как всегда, в этой самой выпуклой оптилизации А наказывать единицы на t в степени p Опять-таки, давайте поиграем немножко с p p равно 2, это метод второго порядка единиц на t в квадрате p равно 3 единиц на t в куб, p равно 4 единиц на t в четвертый и так далее То есть, уже появляются вполне высокие степени, которые могут быть интересны с точки зрения предложений Дальше В теории выпуклой оптимизации мы знаем, на самом деле, как ускорять эти методы То есть, если у нас есть локальный метод, то с помощью очень простой техники Которая называется техникой оценочных функций Мы знаем, как эти методы ускоряются Вот, что для этого надо сделать Ну, опять-таки, вот это оценочные функции Значит, они сейчас разработаны хорошо для метода первого и второго порядка Значит, мы выбираем m достаточно большим Вот, и формируем следующий объект Значит, во-первых, последовательность оценочных функций Значит, что это такое? Это у нас линейный функционал, который, на самом деле, значит, аккумулированная линейная модель нашей функции Значит, вот эти линейные аппросимации, вот, вычисленные в предыдущих точках Мы их сворачиваем смесально, получаем нижнюю, так сказать, подкорку для нашей функции Прибавляем вот этот наш регулилизатор Вот Дальше Будет у нас минимизирующая последовательность и последовательность коэффициентов, шкалирующая коэффициентов, которая должна расти Ну и, на самом деле, там, я бы очень быстро на самом деле все показываю, потому что сейчас это не важно Значит, рекуррентно, так сказать, доказывается определенное неравенство между минимальными значениями вот этой функции и фактическими значениями наших точек Вот, при этом вот наши функции, они оказываются такой, в общем, нелинейной подпоркой для нашей целевой функции Ну и не важно, короче, значит, стандартным образом у нас пересчитываются вот эти самые вещи Значит, метод, который у нас получается, он, вообще говоря, очень похож на, вообще, естественно, стандартные ускоренные методы Значит, у нас есть на каждой итерации точка x-ката И точка, это x-ката, это которая у нас сходится к решению, и точка v-ката или ката, это будет минимум вот этой модели, которая мы пересчитываем Мы берем точку y посередине, да, ката это минимум модели посередине, с известными коэффициентами Коэффициенты у нас известны с самого начала Из этой точки мы делаем шаг Так, и полученную информацию мы подкачиваем в нашу оценочную функцию Совершенно стандартная, значит, ускоряющая схема Но здесь она тоже работает Здесь она работает, вместо единицы на k, то, что мы были Так, мы уже имеем единицы на k в степени p плюс 1 Что, в общем, в переводе, тоже неплохо Для метода второго порядка, значит, p равно 2, это единица на k2 По третьему порядку уже единица на k в степени 4 И так далее, вполне приличная скорость То есть, получается, что с этой операцией, так как мы ее в состоянии реализовать Мы получаем методы, которые, вообще говоря, имеют очень хорошую оценку скорости сходимости Теперь, значит, насколько наши результаты хороши? Вы получили оптимизация для того, чтобы понять, вы получили хороший метод или не очень Значит, надо сравнить его скорость сходимости или оценку эффективности Значит, надо сравнить с нижними оценками сложности Что можно сказать про нижние оценки сложности для нашего класса? Так, значит, класс у нас опять-таки какой? Значит, фактически это выпуклые функции, у которых какая-то производная высокого порядка оказывается липшится Вот это у нас такой класс Что мы можем сказать про нижние оценки сложности? Оказывается, нижние оценки сложности можно легко получить из абсолютно конкретной выпуклой функции, которая строится с помощью вот такой степенной функции Значит, обратите внимание, здесь не степень нормы, а сумма степеней координат Вот, порядка p плюс 1 Вот такая, значит, штука у нас берется, то есть она такая плоская, значит, у нас будет здесь липшится производная порядка p Ну, например, если мы хотим для метода второго порядка, мы должны взять p равное 2 Для метода третьего порядка, мы должны взять p равное 3 Потом нам потребуется вот такой объект, это достаточно простой, матрица, значит, она верхняя треугольная, размер k на k У которой здесь стоит единица, а здесь минус единица, только две диагонали, не нулевые Из нее мы формируем матрицу n на m Значит, вот эту матрицу у k мы ставим вот в верхний квадратик, а ее продолжаем единиться Вот, получив такой объект, мы просто строим сложную функцию для методов соответствующего порядка И она получается, вот как я говорю, эту степенную функцию мы подставляем произведение вот этой матрицы ak Так, опять-таки, ak это у нас возьмем n на m на наш вектор И вычитаем первый координат Все Оказывается, эта функция, она как раз и является самой наиболее сложной для методов соответствующего порядка И пусть спрашивается, почему это делается Значит, когда, на самом деле, начинаешь думать о том, какие же функции должны быть трудными для методов соответствующего порядка Но, в общем, даже трудно понять, с чего начать Тензор это такие сложные объекты, что как там расположить коэффициенты, чтобы они оказались сложными и так далее А ответ, оказывается, тривиально простой Самая сложная ситуация для методов тензора порядка p, это когда производная порядка p равна нулю Вот с этим эти методы не могут сделать ничего И пока это производная из нуля не выйдет, хорошей оценки происходимости не получится Вот здесь сделано ровно то же самое У нас функция устроена так, что на начальных итерациях нашего метода у нас производная p-порядка оказывается равна нулю И в результате все плохо Ну это как бы идеология, а вообще можно посмотреть и доказать теорему Что если метод p-порядка имеет такую скорость исходимости, это предположение Значит, для нас надо что-то сказать вот об этой штуке То есть как быстро убывает правая часть в зависимости от t t, t, t это число итерации Так, если есть вот такая оценка скорости исходимости, то вот эта капа от t, ну если число шагов не очень большое по сравнению с процессом, не может быть больше, ну грубо говоря, чем t в степени 3p-1 пополам Значит, ну вот такой как бы немножко необычной константы На самом деле, ну хорошо, да, это действительно, значит, какие-то более общие сейчас результаты, значит, не с такими матрицами Ну ладно, в общем, для нас и этого результата достаточно Значит, давайте сравним вот эту штуку с тем, что получается у нас Помните, у нас же получился метод ускоренный, да, для которого мы имели оценку скорости исходимости 1 на t в степени p-1 Для того, чтобы понять, что это значит в точке зрения числа итерации, обычно мы переходим к оценкам сложности Что такое оценка сложности? Мы должны сказать, вот эта штука меньше ε И из-за этого неравенства понять, сколько нам нужно шагов, чтобы обеспечить эту неравенство То есть переписать скорость исходимости в терминах оценки сложности Вот у нас получилась такая оценка сложности для нашего ускоренного метода Вот, для нижней оценки скорость исходимости у нас была такой, да, видите, она вообще лучше, чем эта Вот, оценка сложности, единственное, ε, опять-таки обращаем, 2 делить на 3p-1 Значит, это больше, чем вот это Посмотрите в том, насколько Давайте мы вот это разделим на это И получим, насколько хуже наш простой неравенство тех, ну, тех самых границ, которые нам установлены Вот этот добавочный фактор, который у нас здесь возникает Если, значит, все правильно посчитать Вот, получается, 1 на ε в степени p-1, делить на 3p-1 Давайте посмотрим, что это такое для каких-то значений p Ну, когда p равно 1 Ну, все хорошо, у нас 0, у нас термальный метр p равно 2 Что это такое? Это 1 на ε в степени 1 на 21 Когда p равно 3 тройки Это 1 на ε в степени 1 на 20 То есть, знаешь, например, 2 в 20 это 10 в 6 Это означает, что для ε равного 10 минус 6 Вот этот, ну, лишний множитель, который у нас здесь имеется в оценке Он вообще просто абсолютно констант Это двойка То есть, для всех степеней, для всех, как бы, точностей, которые мы можем только реализовывать на нашем компьютере Значит, неоптимальность вот этого метода, она просто минимальная Это какая-то абсолютная констанция Поэтому вот тот вопрос, теоретический вопрос, который сейчас возникает Он теоретически действительно очень интересен Значит, построение метода, который давал нам соответствующую скорость сходимости Но он интересен, если это будет метод обычный Без сложных одномерных поисков Поэтому, даже если ему потребуется вычислять 2-3 лишние вычисления, значит, целевой функции Он уже не будет эффективен Он уже не будет эффективен по сравнению с нашим методом, который, значит, он, как бы, не очень оптимальный Я это говорю потому, что, на самом деле, для метода второго порядка существует метод теоретический, который сходится со скоростью единиц Вот с такой скоростью, то есть это единица на t в степени 7 вторых, вместо единицы на t в худе, чтобы мы имели А на самом деле он совершенно практически не реализуем, потому что у него там очень сложный двумерный даже, по-моему, поиск на каждой итерации, конечно, число дополнительных значений функций, которые он вычисляет, существенно больше, чем вот эта двойка Поэтому я это к тому, что опять эти, значит, там просто оптимальные методы интересны, но нам надо, так сказать, быть в очень осторожном в данном случае Потому что имеющийся метод уже достаточно хороший Хорошо, дальше Давайте все-таки вернемся к вопросу, как же эти методы реализуют Потому что, ну да, задача оказалась выпуклой Но, в конце концов, выпуклые задачи тоже бывают сложные Можно ли надеяться на то, что у нас есть эффективная техника для решения вспомогательных задач Ну и на первое, на что надо смотреть, конечно, этот метод третьего порядка Да, потому что, ну это следующий шаг после второго, собственно, на его и надпись Для него, значит, полином Тейлора, он, вообще говоря, очень короткий Значит, по сравнению с тем, что у нас было, да, в методе второго порядка, значит, Берлиен, Гессиан Значит, появляется только вот этот третий член Да, то есть это третья производная, которая, значит, на диагонали, как Алексей говорит, значит, аж пугл на всех эффектах Дальше, что мы знаем, да, и вспомогательная задача, которую нам надо решать на каждой итерации, она ровно вот такая Надо к полиному третьей степени прибавить четвертую степень и впидывай ну И эту штуку, значит, отрешать Ну и вот как это делать, собственно, бывает Оказалось, что, на самом деле, вот именно эта задача, она просто, на удивление, простая Вот, казалось бы, у нас есть тензоров n-дового порядка, там, я не знаю, данные n-куб и все такое На самом деле, ничего этого нет Все оказывается, ну, на порядок проще Значит, из, давайте посмотрим, почему Значит, из основной теоремы, да, вот про вот эту самую положительную определенную матрицу Мы знаем, что, если вот взять вторую производную этой штуки, значит, она оказывается положительно определена, да Теперь, вот, смотрите, что у нас здесь есть У нас здесь понятный объект Матрица вторых производных Но вот этот объект тоже понятный, да, это единичная матрица, которая умноженная на квадрат, квадрат за расстояние Вот здесь что-то болтается посередине Но вот это, значит, это третья производная на векторе Значит, вторая производная, третья производная на трех векторах, это число, третья производная на двух векторах, это вектор Третья производная на векторе, это матрица Причем, это линейная функция от h Давайте изменим здесь ваш знак, когда он у нас попадет в левую часть, и мы увидим, что он доминируется вот этими двумя слагами. Он у нас слабее, чем этот и этот. Поэтому можно доказать, что гесиан вот этой функции, он доминируется гесианом вот такой функции. То есть в этой функции ρx у нас с какими-то коэффициентами, значит, а вот здесь больше единицы, это положительная часть. Значит, m тоже должно быть достаточно большим, это тоже положительный коэффициент. Но это, грубо говоря, сумма квадратичной функции и четвертой степени ефтидры 0. И тут подворачивается удачно под руку, значит, наш недавно результат о том, как можно минимизировать так называемые функции. Это функции, удовлетворяющие условия относительной гладкости, которые говорят следующее. Значит, у нас есть функция f, и есть какая-то функция f, и мы бы хотим минимизировать. И у нас есть функция ρ. ρ это простая функция. И вдруг мы увидели, что гесианы нашей функции f, они пропорциональны гесианам нашей функции ρ с какими-то коэффициентами. Ну, обычно в теории атомизации, значит, у нас это ρ, это квадраты передовой нормы, и это у нас просто, значит, верхние и нижние оценки на собственные значения. Ну, оказывается, можно работать и с произвольными функциями ρ. Значит, если вдруг такое произойдет, то, значит, нам нужно, ну, я метод сразу показываю, делать градиентный метод для минимизации этой функции в терминах, вот то, что называется, значит, это самое, брекмановское расстояние от точки x до точки y. В терминах функционируем. Вот смотрите, что мы делаем. Из значения функции ρ в точке y, мы вычитаем линейную аппроксимацию этого значения, вычисленную в точке x. То есть для выпуклой функции вот это расстояние больше либо равно нулю, вот, и мы ее ставим как регулировкатор в решении нашей малокатной задачи минимизации. Вот. Так как у нас функция ρ простая, мы считаем, что эта вспомогательная задача, значит, она может быть легко решена. В результате, значит, оказывается, что вот такой метод, вот, он является очень эффективным. То есть он решает нашу задачу минимизации функции f с линейной скоростью, просто с линейной скоростью, которая зависит вот от этих коэффициентов. Так, что это значит для нас, собственно говоря? Потому что вы помните, у нас вот это, вот это условие, значит, оно было для вот этой специальной функции, вот этой функции ρ. И минимизировать-то мы хотели вот эту штуку, вот, и мы хотели вот эту омега, омега и х. Значит, оказывается, для этих, значит, у нас все выполнено. Вот. И, значит, вот эти константы r и μ, значит, μ для нас оказывается равно единице, r оказывается константой, которая строго больше единицы. То есть это у нас будет, получается, линейная скорость сходимости, которая зависит только от tau. Что такое наше tau? Что такое наше tau? Это, вообще говоря, параметр, который мы выбираем. То есть мы просто можем его выбрать какой-то константой, типа двойки или тройки, вот, взять m немножко больше, и у нас, значит, сходимость соответствующего метода, это будет просто линейная оценка скорости сходимости, которая на ничему не зависит. Просто нам не будет зависеть вообще ничем. Это просто метод деления по поводу. Одна, вторая, все это не кажется, что что-то влияет. То есть это означает, что наш вот этот метод решения вспомогательных задач, которые мы будем применять на каждой итерации вот этого метода в третьем порядке, он вообще очень простой. Значит, на каждой итерации нам нужно будет решать, это вспомогательный метод, нам нужно будет решать вот эту задачу минимизации для вычисления вот этого шага, значит, и она выглядит очень простой. Это, значит, линейная форма плюс квадратичная форма, значит, опять-таки с нашим кисианом плюс четвертая степень, четвертая степень и вклидовую норму. Ну что, конечно же, решается совершенно элементарно с помощью средств линейного аппетита. Вот. Ну и опять-таки, так как эту задачу нам надо будет решать много раз, ну несколько раз во время, так сказать, вот этого вспомогательного процесса, конечно, всегда полезно сделать какую-то факторизацию матрицы G, чтобы это произведение матрицы на вектор здесь выполнялось за линейное время, а не за квадратичные. То есть эта задача, оказывается, вообще очень... Я что-то не очень понимаю, это как минимум за калонет до шага метода Ньютона, как минимум. Да. Ну правильно, но это шаг метода Ньютона, на самом деле, как вы это называете, его надо сделать один раз. То есть для шага метода Ньютона надо сделать факторизацию матрицы G. Ну, например, я люблю вообще это делать. Значит, вот эта G, значит, она делается как произведение ортогональной матрицы на трехдиагональную и еще раз на ортогональную транспонировку. Тогда вот в этой задаче вы можете считать, что матрицы G у вас трех диагональ. И у вас одна итерация начинает иметь линейную сложность. То есть кубическая операция у вас появилась ровно один раз в самом начале итерации, то есть это ровно то, что было сделано в методе второго порядка. Дополнительная работа, она очень дешевая. Вот ты вот очень не решаешься. Один шаг методом Ньютона делается, да? Нет, нет. Потом мы можем крутить сколько угодно. Она справится в линейной скорости. Пожалуйста, любую скорость ты за логарифм сделаешь. Там не будет никаких в оценке нужной отразмерности там и так далее. Все очень просто. Вот. Ну короче, значит, из всего этого следует, что мы вообще были готовы применять методы третьего порядка, но прямо сейчас. То есть абсолютно нас ничего не останавливает. Это методы, которые будут сходиться со скоростью единицы на k в четвертую. Если вы немножко поиграете с цифрами, что вы поймете, что, ну, например, с той итерацией этот метод не будет делать никогда. Потому что это уже 10 минус 8. Зачем, собственно говоря, там уже должна начаться локальная скорость сходимости и так далее. То есть эти методы очень эффективны. Хотя они, конечно, не сходятся, как вот с нашей любимой линейной скоростью и так далее. Но похоже, что им, в общем-то, это и не нужно. Им и так хорошо. Единица на k в четвертую очень хорошая скорость. Вот. Но они сходятся, если нет сильной выпуклости. Если есть сильная выпуклость, то, наверное, существуют варианты, которые будут... Сильная выпуклость, к сожалению, здесь мало помогает, на самом деле. Это открытый вопрос. Значит, сильная выпуклость помогает для локальной квадратичной сходимости. И здесь все будет. Здесь будет... У третьего порядка будет локальная не квадратичная, а кубическая сходимость. Так будет, во-первых. Вот. То есть, вообще, мы устанавливались практически сразу. На каждой итерации утраивает число правильных знаков. Сколько таких итераций вы можете сделать? Две-три. Вот. Ну и, да. А так для глобальной нет. Сильная выпуклость не очень помогает. Но здесь без нее очень неплохо живется. Вот. Значит, эти методы реализуемы. Эти методы реализуемы. Значит, итерация каждого шага этого метода абсолютно сравнима с итерацией метода второго порядка. Значит, вспомогательный процесс, он сходится линейно. Ну, это то, что я сказал. Со скоростью, которая абсолютно константная, значит, и ничего не зависит. Мы можем выбрать это сами, на самом деле, эту скорость. Вот. Алгоритмическая сложность каждой вот этой вспомогательной итерации, она очень маленькая. Значит, там есть один подводный камень, на самом деле, который может напугать, но, на самом деле, пугаться его не надо. Значит, что у нас там, как у нас входит тензор, вообще говоря, в этот, там же у нас появляется тензор третьего порядка, да? Ну, до свидания не могу пользоваться, к сожалению, значит. Но давайте попытаемся вспомнить. Значит, там была, значит, целевой функции, была третья производная на одном и том же векторе три раза. Так, нам от этой целевой функции... Хорошо, да. Требочки. Ну ладно. Я попробую, здесь мне не очень захочу. Значит, у нас была целевая функция. Значит, целевая функция у нас была, значит, что это такое, значит, двухградиент, была матрица вторых производных. Так, мы ее нимитируем по вектору h. Ну, и тут будет еще вот эта штука. Одна шестая, третья производная и с чертой на h2. Значит, от этой функции нам надо на каждом шаге вычислять градиент. Я говорю о вспомогательной методе. Значит, этот градиент складывать с регуляризатором, вот этой прыганочкой дистанции, и ее минимизировать. Так, то есть, как ее минимизировать, мы уже поговорили, остается единственный вопрос. Нам нужно вычислить вектор. Это градиент, вот этой штуки. И этот момент, он потенциально опасный. Потому что, вообще говоря, казалось бы, для того, чтобы его вычислять, нам нужен тензор. Тензор имеет размеров, значит, тензор. То есть, может быть, вот эта операция опасная, может быть, она дорогостоящая. То есть, оказывается, нет. Оказывается, можно даже доказать, что это не так. То есть, вот этот араб, который у нас впечатляет градиент вот этой функции, которая самая сложная операция, он вообще простой. Значит, мы должны, фактически, вычислить только вот эту штуку. И, например, есть, ну, скажем так, начнем с этого. Есть варианты функции, где это, вообще, действительно очень просто. Например, сепаральная оптимизация. Это геометрические, да, синус, косинус. Нет, вот смотрите, у нас, например, у нас наша функция, значит, f это сумма, и в каких-то функциях это одно переменное, и здесь стоит а, и, 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 и у нас были. Вот такая штука. Тогда что вот это такое? В этом случае это, значит, d3f от х в квадрате, это сумма а и т на f3' от х и т и умножить на а и тх квадрате. Это просто форма. Третья производная вот этой штуки, вот это нормальная переменная, умножить на вектор и умножить на вот эти вот вещи. То есть, это сложность вот этой вещи, это Ngu. Дальше. Мы вообще можем сказать, что в общем случае, значит, сложность вычисления этого вектора не может быть большой. И это следует, это следует из вот этих результатов про быстрое дифференцирование. Потому что, ну, я опять-таки, у меня вообще не есть много времени, не для Аккера. Ну ладно, вот здесь я напишу. Значит, вот смотрите. Здесь-то у нас есть значение целевой функции, которая вычисляется за объеме t. И у нас есть программа вычисления этой целевой функции. Тогда, с помощью прямого дифференцирования, значит, значение производной этой функции на h мы тоже вычисляем за b, t. Мы просто продифференцировали программу, значит, вот, как сказать, на переднем, но а форму. Ну, вперед. Дифференцирование вперед. Так, и, значит, получили производную по направлению за время уадки. Значит, тогда у нас значение второй производной, еще раз дифференцируем. Так, вот ту же самую программу, значение второй производной по направлению h мы получаем за b. А теперь у нас, смотрите, у нас есть функция от переменных х и h, которые мы можем дифференцировать по х. Что у нас получится? Производная вот этой штуки по х, это ровно то, что нам нужно. d3f от х на h квадрате. То есть продифференцировав вот эту штуку по х обратным способом, мы за время вычисления функции, значит, в состоянии получить вот этот вектор. То есть этот вектор получается, грубо говоря, за те же деньги, по порядку, что и вычисление значения функции, и никакой нам дополнительной памяти и так далее нам просто не нужно. То есть это, так сказать, а это уже достаточно общая сепарация. Но, опять-таки, во многих более простых ситуациях, значит, мы просто видим из формулы, что этот объект, он совсем не спойный и он вполне вычисленный. Так, теперь мне надо... Вот, значит, остаются открытые вопросы. Я должен сказать, что этот результат, он совсем новый. То есть, я бы сказал, абсолютно новый, ему двух месяцев, чем я. Вот, то есть мы это все поняли совсем недавно. И, естественно, очень интересно попытаться, так сказать, осмотреться вокруг и понять, что мы можем с этим делать. Основной, конечно, вопрос, это вот теоретический вопрос, это устранение зазора между тем методом, который у нас есть, и оптимальным методом. Я не могу сказать, что это сильно интересный практический вопрос, потому что, по-видимому, практическая оптимизация, практическая скорость ускоренного метода уже вряд ли может быть, если сильно улучшен. Но, тем не менее, значит, его надо делать. Но надо иметь в виду, что, вообще говоря, мы здесь должны быть очень осторожны с вспомогательными задачами, с вспомогательными операциями. То есть, никаких даже быстрых одномерных поисков вот в этом оптимальном методе быть не должно, иначе он вновенно проиграет по практической скорости вот этому нашему ускоренному методу. Дальше. Ну и дальше. А что дальше, собственно говоря, значит, что насчет методов четвертого порядка и так далее. Собственно говоря, скорость вот этих сходимости с повышением порядка растет довольно быстро. Сейчас у нас есть единственный знака в т.п. четвертой, ну, может быть, единственный знака в т.п. пятой, если мы поймем, как минимизировать полиномы четвертого порядка. То есть, это вопрос очень интересный не только с практической, но и с математической точки зрения. Я пытался, на самом деле, выяснить, чем нам может понять, помочь, так сказать, высокая математика, значит, опрашивая знакомых, так сказать, чисто математики. Оказалось, вообще говоря, ничем. Значит, оказалось, что наши друзья об этом просто не думали. Значит, что, вообще говоря, может быть хорошего в полиноме, что могло бы, так сказать, упростить решение задачи, так сказать, минимизации. Такой объект в числе математики не изучался. Ну, если подумать, на самом деле, может быть, это не так уж и не удивительно. Потому что их неоткуда было брать. Вот возьмите обычный полином, четвертого порядка. Попробуйте понять, выпуклый он или нет. Я подозреваю, что, скорее всего, это какая-нибудь сложная задача. То, что появилось сейчас, у нас появился систематический способ генерации пленок, которые мы знаем, что они выпуклые. Они выпуклые по происхождению. Они выпуклые, потому что они происходят из выпуклых функций. А выпуклые функции уж, слава богу, не можем. Мы умеем. То есть, появляется очень большой источник вот этих задач, выпуклых задач. Задач очень специально объявлены. Для которых, чисто с математической точки зрения, было бы очень интересно разработать какие-нибудь эффективные методы решения. И увидели на примере пленого третьей степени, что шансы есть достаточно большие. То есть, пока все выглядит так. Значит, у нас есть метод второго порядка, который берет на себя основной удар по сложности. То есть, он получает гисян, который надо, как-то это самое, перезавать и так далее, приводить к какому-то виду, для того, чтобы решать неуданную систему. Но после этого, то, что нам достается, это, вообще говоря уже, вещи гораздо более приятные и эффективные. То есть, мы это показали, что это верно для метода третьего порядка. Но, чем чёрт на шутку, то есть четвертый тоже получится и так далее. То есть, вот возникают такие интересные перспективы. Спасибо. Я вот ещё раз не понял. Значит, если у тебя быстротифицирование схожит, что, значит, стандартный набор функций рассматривать, а если вот для произвольных? То есть, все равно придётся засчитать нам это. Нет, ну, подожди. Ты можешь рассматривать нестандартный набор функций. Тебе надо просто иметь функции, по которым ты умеешь учлять производное направление. Если ты умеешь, то можно использовать быстрый эффект. Вообще, так сказать, по логерам с этой точки зрения, мы сажали, когда там ещё умею никакого работали, вообще с системой в Эдриштрассе мы можем аппоксимировать антриметричные функции. Правильно? Ну, да. А чем проблема с десертом не стоит вообще? Ну, конечно. Ну, это уже, опять-таки, вот сейчас, особенно в современных постановках, ну, на самом деле, опять-таки, нелинейная оптимизация, ну, не знаю, 90-90, но процентов 75, функций, которые надо минимизировать, они просто имеют вот такое место. Это какие-то функции, вот машин-бьюнинг и так далее. Какие-то функции, которые засовывают линейные, ну, и, пожалуйста, минимизируйте. А для них вообще что-то являли, вот эти все открытия производные наветы. Что-то со временем ты занимался, будешь? Не Фёдоров, вы, как говорили, были мерополинологами. Не знаю, в общем, мне не удалось ничего найти, хоть сколько-нибудь полезного для того, чтобы пытаться ответить, например, на четвертый вопрос. Не на четвертый вопрос. Не на четвертый вопрос. Ну, да, на четвертый вопрос. Вот, и вот этот метод для третьего порядка тоже, не знаю, ну, я подозреваю, что это трудно будет переплюнуть. Все-таки линейная сходимость со знаменателем, который не зависит от чего. Ну, надо посмотреть. Надо посмотреть, конечно. Все, да, интересно. Забавно. Забавно. Там насчет это самое. Я просто спрашивал, есть ли какие-то вещи по поводу аппроксимации, так чтобы была функция ВФ правой. Занимался, значит, вообще, это было у Беломысова? Ну, для обычных этих самых подходов, то есть для метода первого порядка и второго порядка, но все время для этим пользуемся. То есть, что-то засовывается на график выбор, это минимизируется. Проблема здесь в том, что здесь не было понятное замечание, что мы можем получать аппроксимацию. Да. Да, забавно. Я должен нарисовать свой вопрос. Ну, да. Интересно записывать. А вот если все-таки у нас мы сильно выпуклывали функционал, пускали два нормы, то тот результат, который вы сейчас изложили, позволяет получить вот такую оценку числа итераций, мовторный логарифм, значит, ну... Мы говорим о чем? Мы говорим о чем? Вот так как-то. Вот я хочу сказать, что... О какой задачи вы говорите? О задачи... Нет, исходная задача. Сколько требуется вот таких итераций, которые вы уже сказали, но для задачи, где дополнительно известно, что есть поюсильный выбор. Если бы вы начали... Александр, Александр, нам надо будет... Мне просто интересно, это правильно или нет? Я думаю, что это неправильно. Вот так вот. Я думаю, что это неправильно. А тут повторный логарифм. Нет, нет. Это неправильно. Или это у вас что такое? Это константа рифшица... Для чего? Для... Вот это... Ой, извините. Да-да-да, тут... М... Там... Сейчас... М2... Р... Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Вот здесь и начинается. Здесь начинается отличие от метода первого порядка. Метод В первого порядка мы имеем просто число обусловленности. Да. Без всяких R. R это расстояние до решения. А здесь вылезает R. Да. Здесь вылезает расстояние до решения. Это значит, что у вас нет обычной этой самой оценки скорость-сосходимости. То есть вы не можете выразить сложность через число обусловленности. Вам нужно еще расстояние до решения или нет, фахнуться или еще что-то. Ну, вот так. Ну, можно написать так. Да, можно так написать. Мегем из этих двух, а вам нужно что дальше. Нет, вот этого не может писать R. Если R это константа рифшица для чего. Ну, вы говорите, тут уже для градиентов. Для градиентов. Для градиентов тогда вы можете. Наша задача попасть в окрестность ньютоновской сходимости. Мы можем это делать с помощью рестартов того метода, который вы рассказали, будет оказываться. Но мы можем делать с помощью рестартов обычного. И вот вопрос, мне кажется, это все верно. Нет, это все верно. Значит, потому что мы не очень любим вот такого типа оценки, из-за того, что здесь присутствует расстояние до точки метода. Вы увеличили расстояние в десять раз, и у вас сложность в десять раз это увеличилась. Ну, или там сходность в десять раз. Это плохо. Я имею в виду, что метод первого порядка, мы к такому не привыкли. Если мы увеличим расстояние в десять раз, у нас этот десять попадает в алгарифм. А мы как можно? Восторожности. Ну, в целом, это вообще не на Северу. Ну, нет, ну, конечно, конечно. Такие оценки есть, да. Ну, правда, для Северского пункта же можно оценить, расстояние через значение. Здесь вот что-то, что такое, на самом деле, это важно иметь в виду, что обычная классификация... Какие? Обычная классификация... Обычная классификация... Не надо, я напишу это здесь. Вот, например, мы доказываем оценку скорости сходимости для метода второго порядка. Обычно это делается вот так. Мы ставим здесь константу Левшица-Дегисиана. Расстояние до решения мы делим на скорость сходимости. Так, значит, важно то, что здесь у нас стоит константа Левшица-Дегисиана. Так, вот это принципиальное отличие от метода первого порядка. Константа Левшица-Дегисиана не меняется, если мы прибавим к функции любую квадратичную функцию. Любую. Сколь угодно большую. Константа Левшица не изменится, это значит, сложность нашей задачи не изменится. Она добавочную квадратичную функцию просто не заметит метод второго порядка. Ну, ее, так сказать, аннулировать за первую же итерацию. В методах первого порядка, любого добавления даже квадрата линейной функции с большим коэффициентом, даст вам бесконечно большое число обусловленностей. И в этом будет очень-очень сложно работать с такой десанткой. То есть получается, что вообще говоря, хорошие классы для методов первого порядка и для второго порядка, они различны. Ну, я уж не говорю о методах следующих порядков. Там, наверное, функционация еще запуталась. Ну, и над этим надо работать. То есть пока мы не готовы туда все переварить. Но вот есть какие-то достаточно обнадежные результаты, которые показывают. Вот для меня, действительно, вот эта, как бы, прикидка говорит о том, что в скором времени действительно можно будет переходить на метод третьего порядка, как методы доминирующие в линейной функции. Все-таки дорогая итерация. Да она такая же, Александр. О чем вы говорите? Она такая же, как методы второго порядка. Но я имею ввиду, что методы второго порядка, методы второго порядка должны быть линейной методом третьего. Да, да. Все, что я хочу сказать. Много раз об этом и говорили. А сколько раз о сильных, то я думаю, что они вообще надо. Есть, конечно, градиентные методы, где у нас очень дешевые итерации и все такое, но это уже несколько полевое. Вот начиная со второго порядка, вы должны, значит, уже переходить на третий. У меня еще один вопрос. Просто вот про линейный поиск. Что вы имеете ввиду, когда говорили, что вот это все сразу усугубляет, когда есть вспомогательная алиса? Я имею ввиду, что по сравнению с оптимальным методом. Наш ускоренный метод проигрывает вот во столько раз. Предположим, мы хотим иметь оценку Ноктуния 10-6. Это вполне, так сказать, разумная жена. Мы проиграем тогда единицу на ε степени 1,20 в нашей константе только в два раза. Это значит, что на самом деле методы вот эти, пусть даже они сходятся формально внутри стрии, но если даже они имеют в два раза больше учтения функций на каждой итерации, они уже нам проиграют практически. Это число. А у нас число вычислений функций там константно. Нам не нужно дополнительно вычислять значение. У нас функция вычисляется один раз. Поэтому методы, которые будут вычислять два, три, четыре раза значение целевой функции, то есть они будут иметь дровой этот самый поиск. Они проиграют практически, даже если их теоретическая оценка будет больше. Все, что я хотел сказать. Я это понял, но ведь на самом деле мы уже знаем, что для ряда задач у тех же сопряжённые градиенты за счёт одномерного поиска реально работают заметно быстрее, чем методы с постоянными шагами. Это за счёт спектральных свойств, сколько аспектов у нас... Есть задачи, где одномерный поиск дешёвый. К сожалению, вот в этих задачах у нас такового одномерного поиска не бывает. Здесь поиск обычно устраивается с помощью подбора правильного значения константы m. То есть вы в этой вспомогательной задаче меняете константу при регулизирующем члене и решаете задачу. Потом меняете, решаете ещё раз. У вас траектория, на самом деле, от этой констанции зависит крайне нелинейной. Даже в простейшем полиномии второго порядка, это какая-то кривульная. А когда там третий порядок, то, значит, вообще непонятно, что это такое. То есть мы двигаемся какими-то там, значит, зигзагами. Вот по прямой, значит, у нас идти не получается. А это устраняет возможность эффективной реализации одномерного поиска, когда у нас есть определённая структура. Например, как мы в сепарабельном программировании смотрели, в сепарабельной функции. Если мы знаем, что мы будем двигаться по двум направлениям, мы повычисляли значение вот этих линейных форм по этим двум направлениям, и всё. Так что мы можем забыть о матрице. Мы работаем только с результатом произведения матрицы наверх. Это когда у нас одномерный поиск. Но когда мы идём по кривым, это не работает. То есть здесь с одномерным поиском у нас ситуация гораздо сложная. То есть это другое поиск? Это да, это да. Он одномерный, но он не прямолинейный, скажем так. Спасибо. Есть ещё вопрос? Одно слово, но это уже в таком вкладе. Давайте ещё раз поговорим.